МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это то, что выращивается у нас и перерабатывается, это не имеет аналога в мировой селекции, наша плодовошная продукция. Она отличается чем? У него очень много витаминов и микроэлементов. И она пользуется спросом у населения, у населения Беларуси. Беларусь поставляет в Узбекистан тракторы, тягачи, автозапчасти, сахар, древесину, а покупает текстиль и продукты. Кроме того, Узбекистан по-прежнему страна тёплого белого золота. И уже не просто торгует сырьём. Из своего хлопка на предприятиях делают ткани, потом сами их красят, краят и шьют. Если в большей части мы являлись в основном поставщиками сырья, то бишь это суровая пряжа, крашеная пряжа, крашеная трикотажные полотна, суровые трикотажные полотна, то на сегодняшний день со стороны Узбекистана уже предлагаем готовые трикотажные изделия нашим белорусским партнёрам, чулочно-носочные изделия, махровые изделия. Товарооборот между Беларусью и Узбекистаном в 2016 году наконец-то сдвинулся с мёртвой точки и сразу же показал впечатляющий рост. За прошлый год мы наторговали почти на 160 миллионов долларов. Этого мало, говорят в один голос участники нынешнего первого форума регионов. Узбекистан имеет значительную возможность в том, чтобы предложить массу товаров, интересных товаров, уникальных товаров. И это, конечно, очень большая, объёмная сырьевая база, которую мы тоже можем использовать, в том числе для развития товаропроводящей сети. Это инновационные коммуникации, это коммуникации наших экономик, которые, прежде всего, должны строиться на создание взаимных производств, на создание совместных предприятий. Новый прорыв в торгово-экономических отношениях не заставит себя долго ждать. Сегодня подписан пакет межрегиональных соглашений о сотрудничестве. Гомельская область, например, будет напрямую работать с Ферганской и Хорезмской областями Узбекистана, Гродненщина с Самаркандской. Всего 26 прямых соглашений, ещё 20 контрактов находятся в работе. Белорусско-узбекские отношения вступили в качественно новую фазу по всему спектру отношений. И политический диалог, и экономическое сотрудничество, и культурно-гуманитарные связи. И мы, направления наших отношений, они обретают новую силу, поднимаются на новый уровень. Особое значение приобретает развитие культурных связей наших стран. Форум регионов сегодня закончился, но начались дни культуры Узбекистана в Беларуси. Наши друзья из солнечного Узбекистана привезли в Минск не просто песни и танцы, всю магию своей древней культуры. Она настолько богата и самобытна, что притягивает зрителей со всего мира. Впрочем, те, кому неинтересен традиционный Восток, смогут насладиться восточными мотивами современной интерпретации. Среди участников Форух Закиров, легендарная ела. Песни этого сына Узбекистана, 80-е звучали буквально из каждого утюга. Мы действительно не раз бывали в Беларуси. Мы знаем, что какой добрый народ живет, очень любит музыку, песни. И в конце концов, наши близкие друзья, песниры, сябры, берасы, до сих пор мы дружим, общаемся, потому что очень много есть общего, которое объединяет нас, очень связывает. И это, конечно, должно иметь хорошее развитие, хорошее продолжение. Помимо ярких звезд узбекской музыки, белорусам привезут и покажут фотовыставку культурного наследия, экспозицию декоративно-прикладного искусства, керамику, вышивку, чеканку. Все, чем по праву гордился и продолжает гордиться Узбекистан. Константин Глубокий, Алексей Креквин, Владимир Слиш, Сергей Янковский. Наши новости ОНТ.